Библейский портал экзегет.ру представляет 121-й псалом для портала Экзегет, перевод российского библейского общества. Но это еще одна песня восхождения, они прямо идут таким блоком, и принято считать, что это песни паломников, восходящих в храм по ступеням по лестнице, или левитов, стоящих на этих лестницах и поющих по очереди. В любом случае, восхождение – очень точное слово, потому что в этих псалмах мы наблюдаем восхождение от одной ступени к другой. 119-й – На меня нападают враги, все плохо. 120-й – Господь тебя не оставит, Он тебе поможет. Вот уже восходит человек на следующую ступень. От обида, от боли он приходит к утешению. Но третья песня восхождения – 121-я. Песня восхождения сложена Давидом. Вот что интересно, здесь говорится о том, что Давид – автор, хотя тут есть маленькое противоречие, и мы его увидим сейчас. Но сначала прочитаем. «Радостно слышать слова. В дом Господень идем. Наши ноги вступили во врата твои Иерусалим. Иерусалим – град отстроенный. Вместе здесь собираются, приходят сюда племена Израилевы. Народ Господень по закону Израиля, чтобы имя Господне славить. Здесь престолы стоят для суда, престолы царства Давидова. Просите мира Иерусалиму. Говорите, да наслаждаются миром любящие тебя. Мир да пребудет в твоих стенах. Да наслаждаются миром дворцы твои. Ради братьев моих, ради ближних моих, я говорю, мир тебе. Ради храма Господа, нашего Бога. Говорю, благополучие доводят с тобой». В чем противоречие, наверное, уже стало понятно. Давид не строил храма. Он хотел его построить, но не смог. А здесь песня, которая сложна Давидам, исполняется в храме и говорит о храме. Но, можно сказать, Давид заранее сочинил. Может быть, эта песня была каким-то образом обработана, потом уже добавлена к храму. Может быть, сначала Давид сочинил про Иерусалим, а тут добавили какие-то строки такое. Бывает. Почему нет? А может быть, он говорил о Скинии, которая действительно находилась в Иерусалиме с какого-то момента, которую он застал, перед которой, точнее сказать, он наверняка молился. Неважно. Но можно представить себе, что вот это следующая ступень. Вот здесь уже наш псалмопевец, он не просто своей проблемой занят, его обижают и его пожалели, как предыдущих двух, а он встречается с братьями на поклонении Богу. Он приходит в Иерусалим для того, чтобы принести свою молитву Богу и встречает здесь остальных. Более того, он замечает, что Иерусалим – это город, это столица Давидова царства. Он просит мира Иерусалиму. Он говорит о суде в Иерусалиме. То есть это уже человек, который не сам по себе, он уже в общине, причем в общине, твердо стоящий на ногах, вот живущий в своем городе, на своей земле. И он начинает молиться не только для себя. «Просите мира Иерусалиму, говорите, да наслаждаются миром любящие тебя». Он просит мира своему народу, своей стране, своей столице и всем ее доброжелателям заодно. О молитве за врагов мы сейчас даже близко не будем говорить. Он только что ругался на этих самых врагов наш псалмопевец, если воспринимать псалмы как вот такие действительно ступени, по которым он восходит. Но это уже очень важный шаг вперед. То есть он начинает с обиды, с боли, и он приходит к общине, которая его принимает, в которой он чувствует себя дома. Это очень важный шаг куда-то вверх и ввысь. И ради храма Господа нашего Бога, говорю, благополучие да будет с тобою. То есть он уже находит благословение не только для себя, но и для всех окружающих, и оно связано именно с этим храмом. Но здесь еще почти нет Бога. Здесь есть Иерусалим, здесь есть храм, здесь есть молящиеся. А где же Господь? Вот Он просит о помощи, но кроме того, что вот мне плохо, мне плохо, мне плохо, что можно сказать о Боге? 122-й псалом скажет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok